Здравствуйте, уважаемые товарищи! Говорят, что всякое дело нужно делать не один раз, особенно когда речь идет о выступлении, а два раза. Потому что первое, как генеральная репетиция. Ну и вот я выступал в среду, в прошлую среду, с лекцией в Красном университете «Борьба за сокращение рабочего времени». И, к сожалению, возникли технические проблемы. Ну что ж, вот поскольку об этом говорили люди и сделали пожелание, чтобы улучшить качество записи, вот мы это и делаем сейчас. Хотя я думаю, что я бы все-таки начал не с критики того, кто записывал не очень хорошо. Потому что у меня с компьютером было проблем у тех, кто принимал в Ленинграде. Я думаю, что начать с благодарности, что организаторы Красного университета пригласили человека не из Ленинграда, ну и сделали, что могли. А вот то, что не получилось, ну что ж, значит, вот эту ошибку мы исправляем техническую. И проводим сегодня лекцию на эту же тему, записывая в новом качестве. Уважаемые товарищи, вот возникает вопрос. А почему надо бороться за сокращение рабочего времени? Вообще, чем эта постановка связана? Ведь мы знаем, что человек, существо разумное, и разум формируется в труде, в трудовой деятельности. Мы знаем, что предметно-преобразовательная деятельность образует то, что Карл Маркс называл родовой деятельностью человека, то есть отличающий, определяющий человека, выделяющего из царства животных. И мы помним, как Энгельс говорил, что труд создал человек. И вот как-то интересно получается. Человек создал труд, а мы ставим вопрос о том, чтобы сокращать время труда, то есть рабочее время. Не противоречит ли это вот тому, что в сущности человека не наносим мы ли ущерб человеческому обществу тем, что ставим вопрос о сокращении рабочего времени. Надо в этом разобраться. Ну и как учили классики марксизма, ленинизма, чтобы разобраться в вопросе, надо подойти к нему исторически. Вот, можем с вами отметить, что первым способом производства и первой социально-экономической формации выступал первобытный коммунизм. И в рамках первобытного коммунизма все люди социально-экономически равны. Это означало, что все взрослые люди, ну и дети, по мере возможности, участвовали в производительном труде, то есть в том труде, который обеспечивал жизнь людей при помощи материальных благ или посредством материальных благ. Все люди участвовали в управлении, это было самоуправление, потому что голос каждого имел значение. Голос каждого. И все люди располагали определенным свободным временем, потому что, так сказать, община была община совместных собственников. Вот такая была ситуация. Вот существовала ли там проблема сокращения рабочего времени? И давайте сразу договоримся, о чем идет речь, когда мы говорим о сокращении рабочего времени. Под сокращением рабочего времени мы понимаем количество труда, которое приходится на одного работника, то есть сокращение труда, приходящегося на одного работника. А есть еще другое понятие. Общий фонд рабочего времени, общины или любого другого общества, то есть суммарное время труда, которое необходимо, чтобы при данном уровне производительности труда обеспечить общественные потребности в материальных благах. Так вот, в условиях первобытной общины мы знаем, что производительные силы были достаточно простые, особенно в самом начале, когда речь шла о собирательстве. Ну что там, палка-копалка, вот надо выкопить корень. Очень-очень простые производительные силы были, и время, которое необходимо было, чтобы обеспечить жизнь всей общины, общее время, оно было достаточно стабильным. А поскольку в осуществлении этого производительного труда участвовали все взрослые члены общины, то, естественно, тогда продолжительность рабочего времени каждого была достаточно стабильной. Разумеется, это зависело от урожайности, неурожайности, да, от того, какие погодные условия были, все мы это понимаем. Но, тем не менее, вот с точки зрения социально-экономическое время рабочее было стабильно. И возникает вопрос, а насколько оно было продолжительным? Вот по наблюдениям этнографов, то есть людей, которые изучают, как живут в наше время первобытные племена, а остаточки первобытного коммунизма сохранились, в Африке, например, да. Вот выяснили этнографы, что труд по жизнеобеспечению занимает 5-6 часов в день у взрослых людей. То есть они там выкапывают корни, что-то достают. Вот 5-6 часов, вот уж не так они придавлены трудом. Значит, а остальное время для других дел, для выполнения обрядов, для воспитания там коллективного детей. То есть вот такой был первобытный коммунизм. Такой был первобытный коммунизм. Значит, понятно, что здесь не возникает проблема сокращения рабочего времени, потому что не сокращается общий фонд рабочего времени при таких орудиях труда. Он достаточно стабильный. Но люди, как мы с вами увидели, ну они социально-экономически равны и в общем-то производительным трудом не придавлены. И нет такого, что одни занимаются производительным трудом, а другие управляют этим людьми. Ну нет такого деления. Вот почему мы говорим об этом строя. Это коммунизм, коммунизм, значит общая, общая собственность, общий труд на благо всех членов общины, общее управление, самоуправление. Вот поэтому это коммунизм. То есть это заслуживает уважения и большого интереса. Но мы увидим, какой был недостаток у этого строя. А вот такой недостаток, что орудия труда были настолько простыми, что труд был недостаточно эффективным. То есть производительность была невысокая. И вот со временем люди накапливали опыт взаимодействия с природой, работы над орудиями труда, создание новых, более совершенных орудий труда. И вот эти усовершенствования привели к тому, что появились орудия труда, которые позволяли повысить производительность труда. И сложилась такая ситуация, что появился такой в систематических масштабах прибавочный труд. То есть что это значит? Это труд сверх необходимого для удовлетворения потребностей самих производителей. Вот появился прибавочный труд, потому что действительно люди стали работать с железом. Да, значит, лучше в сплажках, глубже в сплажках и больше урожай. Значит, научились немножко удобрять эти свои поля. И в общем, вот и выросла производительность. Да, когда появился прибавочный труд, то появилась возможность за счет вот этого прибавочного труда содержать тех людей, которые непосредственно в производстве не участвуют. И вот таким образом и на этой основе, на основе появления прибавочного труда возникает классовое общество. То есть такое общество, в котором люди, большие группы людей, причем занимают разные положения. По системе общественного производства, по отношению к собственности на средства производства, по их роли в общественной организации туда не различаются. А значит, по способам распления и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. И вот сложилась такая ситуация, что большинство людей по-прежнему занимались производительным трудом, а меньшинство, освобожденное от этого производительного труда, стало выполнять функции управления и другие функции. То есть появилось классовое общество. Мы знаем, что первое классовое общество какое? Это рабовладельческое, совершенно верно, рабовладельческое общество. Так как распределялись функции трудовые? Ну вот рабы были в труде, а рабовладельцы, значит, они трудились, но выполняли не производительный труд, а труд, связанный с управлением, то есть труд, результатом которого является или услуга, там уже появилась, например, медицина, появилось образование или образы, да, художественные, мы знаем, что в условиях рабовладения зарождается искусство, и образцы этого искусства называем классикой. Так вот, прибавочный труд появился, но, значит, поскольку преобладал ручной труд, то размер прибавочного труда не мог быть очень большим, не мог быть очень большим, и все зависело в конечном счете от того, вот сколько будет трудиться непосредственный производитель. И чтобы увеличить величину прибавочного продукта, значит, надо было как можно больше удлинить рабочий день и рабочее время. Ну, понятно, что что-то надо было, так сказать, отдавать и самому работнику, поэтому всегда рабочий день в этом смысле делился на прибавочный и на прибавочный труд, и необходимый труд, труд, которым необходим для того, чтобы обеспечить жизнь самого работника. Хотя преобладение это выглядело таким образом, что рабовладельцы давали предметы потребления рабам, как бы кормили их, как бы были хозяева, значит, они вот, они заботились о рабах своих, хотя мы с вами понимаем, что это как раз видимость явления. На самом деле, картина другая, что рабы создавали продукты, чтобы и себя кормить, и рабовладельцы. А рабовладельцы все забирали, и потом из своих рук как бы кормили действительных создателей материальных благ. Так вот, чтобы иметь больше прибавочного продукта, значит, рабовладельцы выколачивали как можно больше труда из работников, как можно больше труда, и за счет этого это увеличили и общий фонд рабочего времени. Значит, как много трудились рабы? Мы знаем, что они трудились по 15-16 часов каждый день, без выходных, без отпусков, но это чудовищно вообще. Это действительно чудовищная эксплуатация рабовладельческого, рабского труда, мы знаем. Эта, так сказать, эксплуатация приводила к тому, что люди начинали трудиться в 16 лет, а завершали в 30 лет. То есть, вот весь трудовой стаж, и за эти 15 лет они просто становились стариками, немощными людьми. Ну, старик, собственно, и есть тот, кто немощный, не имеет физических возможностей выполнять труд и вообще даже действия необычными людьми. Боролись ли в этих условиях за сокращение рабочего времени рабы? В какой-то форме боролись. Какое? Восстание рабов. Они против чего выставали? Против бесчеловечной этой жизни. Вот против такого труда, непомерного труда. Восставали. Приводило это к какому-то успеху? Ну, вы знаете, непосредственно, может быть, и не приводило, но в конечном счете вот эти восстания рабов и тот факт, что рабский труд становился малопроизводительным, потому что, ну, человек, когда трудится по 16 часов, вот он не может трудиться эффективно. То есть, вообще говоря, мы говорим, что раз труд – это потребность, это первая деятельность человека, родовая, то труд – это является и потребностью человека. Специфической причем, человеческой потребностью. Вот все животные питаются, но ни одно из них дыруется. У всех есть естественные потребности. У людей тоже есть естественные потребности, поскольку они общественные животные. Но что их делает общественными животными? Потребность в труде. Но если вы трудитесь 16 часов на протяжении всей своей жизни, каждый день, как ваша потребность, она уже не то, что там удовлетворена, она присыщена. А если наступает присыщение потребностей, мы знаем, что это уже становится, так сказать, отталкивать человека от этой деятельности. И труд действительно был тяжелым бременем, превращался в труд, который выходит за рамки, далеко выходит за рамки потребности в самом труде, в самой деятельности, превращается в тяжелые бремени. И вот рабы выступали против этого тяжелого бремени. И в конечном счете, значит, владельцы, когда поняли, что так вот далеко на этом не пойдешь, ну, они открыто выступали, а когда они открыто выступали, значит, они начинали такой тихий саботаж. Сейчас, говорит, итальянская забастовка. Не потому ли, что, значит, рабы были, так сказать, в Древнем Риме, а там и в области Италии есть, да, Италия. Вот оттуда пошло. Они же тоже старались как можно меньше дать труда. За ними, конечно, строго следили, их наказывали. Ну, тут вот такая ушла скрытая борьба. Ну, хорошо, вы не сокращаете нам рабочий день, тогда мы начинаем меньше трудиться, чтобы все равно труда меньше дать. Вот такая форма пассивная была протеста у рабов. То есть, в этом смысле борьба за сокращение рабочего времени началась с самого возникновения классового общества. С того момента, когда одна часть общества, а именно господствующий класс, принуждал другую часть общества, причем большинство работников, трудиться сверх потребности. Кого? Потребности работников. Значит, вот рабовладение, благодаря тому, что рабы боролись, сопротивлялись и обнаружили тем самым исторически приходящую роль этого способа производства, уступило место феодальному способу производства, где у непосредственных производителей было больше свободы. Они больше располагали своим временем, у них появилось даже свободное время, потому что на помещика, на феодала, они работали часть своего рабочего времени, это называлось барщина, первая форма отработочная, рента, барщина. Но что хотел сделать помещик? Помещик хотел, естественно, увеличить время барщины и сократить время, когда крестьяне работал на себя, на свою семью. Ну, как вы знаете, это тоже не нравилось самим производителям, самим крестьянам, которые периодически восставали. Мы эти восстания знаем в истории, самое яркое из них наступление Кразина Степана и Пугачева, самое мощное крестьянское восстание. Вот против того, чтобы выступали крестьяне, в том числе против того, чтобы помещики залезают в их время, крадут их время, присваивают их себе и заставляют неповерно трудиться. Да, уже феодальный способ производства в этом смысле более гуманен по отношению к непосредственным производителям. Скажем, были религиозные праздники в Средниковой Европе, когда трудиться вообще было запрещено. То есть, некоторое время свободное появляется у крестьян по сравнению с родовладельцами. Поэтому крестьяне заинтересованы в развитии своего хозяйства, а раз они заинтересованы в развитии своего хозяйства, то это отражается в целом на экономике. И прогресс идет быстрее, прогресс идет быстрее. То же самое происходило в городах, люди освободились уже, освобождались от мёдов феодалов. Вы знаете, что политически господствовала деревня в Средневековье над городом. И вот все восстания, часто имевшие религиозную форму, горожан, в конечном счете, вели к этому освобождению, и люди располагали в своем времени в том числе. Вот все это подготовило переход к капиталистическому способу производства. А технический переход с чем связано? Звали машины и переворот. То есть, технический базис фабричного производства – это система машин. Вы знаете, что какие-то отдельные машины появились аж в раблоделии, но это отдельные машины. А вот чтобы система машин стала технической основой производства, вот это уже характерно для эпохи становления капитализма, происходит в рамках промышленного переворота, и вот капитализм утверждается как осуществляемый на базе систем машин. Значит, что это означало? Это означало, что средства производства теперь стали представлять собой технологическое применение науки. Университеты появились задолго, да, системы машин. Стала развиваться физика, Ньютон, законы механики. Так а механика по отношению к машинам-то как? Это же законы механики, да, вот они используются прямо непосредственно при создании машин. Значит, материалы в Вене развивалась, химия, алхимики тоже там кладовались материалами, так они тоже накапливали знания, и потом уже от алхимии перешли просто к химии. А это знания о веществах, да, какие там преобразования можно делать и как обеспечить заданные свойства. То есть, вот этот прогресс науки позволил появиться машина. Машинное производство ускорило этот прогресс, потому что появилась потребность в дальнейшем развитии науки. Это раз, а во-вторых, машинное производство освободило повышение производительности труда от ограниченных физических способностей человека. Ну, человек, один даже если самый важный, вы знаете, он мало чего может сделать, не поднимет простое пятивершковое бревно, а не то чтобы дом пятиэтажный. А вот система машин – это уже кооперация труда, совместные тут люди, и здесь умножаются силы людей, и повышается производительность труда уже только от того, что это совместный труд. А дальше начинается совершенствование самих машин. И машина становится все совершеннее и совершеннее, и требует все меньше и меньше труда для выпуска одного и того же количества продуктов. И что это в общественном масштабе дает? В общественном масштабе это дает такую ситуацию, что общий фонд рабочего времени увеличивается все медленнее, хотя население начинает быстро расти, а производимый продукт все больше приобретает размеры. А начиная где-то с середины 20 века складывается такая ситуация, вот настолько уже развитые производительные силы крупной машинной индустрии, что общий фонд рабочего времени, то есть общее рабочее время, которому нужно обществу, чтобы произвести необходимые продукты, для всех этот общий фонд рабочего времени в производстве начинает не только медленнее расти, он начинает сокращаться, то есть уменьшаться. И вот теперь, если бы была такая ситуация, что общий фонд рабочего времени сокращается, а рабочее все то же количество, то на каждого работника приходится все меньше рабочего времени. То есть появилась материальная возможность, впервые в истории появилась материальная возможность систематического, в меру повышения производительности труда, сокращения рабочего времени, то есть продолжительности времени, который работает каждый рабочий. Такая возможность появилась. Возможность-то появилась, а сокращение произошло. Вот тут-то возникает большая проблема. Мы же с вами знаем, что есть капиталисты, которые присваивают прибавочное время рабочих. Поэтому первый интерес капиталисты, начальный интерес – удлинить рабочий день. И так и было в истории, что, значит, появляется машина, а чтобы окупить машины, капиталисты заставляют рабочих работать больше. И вот эти вот 13, 14, 15 часов, как при работении, наемные рабочие называли систему наемного рабства. Почему? Да ведь они работали почти столько, сколько рабы. Вот как использовали. Значит, ну это, конечно, было, так сказать, очень тяжелое положение у рабочих. Да, и они начали сопротивляться. С другой стороны, капиталисты тоже понимали, что… А как мы будем совершенствовать нашу технику? Если 15 часов человек работает, то как он будет учиться более сложной технике, новой технике? И вот капиталисты для себя открыли такую тайну, что если вы хотите, чтобы повысилась производительность труда, при применении новой техники вы должны рабочих обучить работе на этой технике. И вы будете когда ее обучать в рамках формально рабочего времени. Но процесс обучения – это работа. Это не работа, это обучение. Что значит обучение? Развивая способности рабочих. То есть, они больше узнают. Да, часто узнают они только вот как на этом станке работать, они узнают. Но сейчас вот, например, чем дальше, тем больше станки требуют понимания уже более основательного. Значит, нужно уже теоретические знания некоторые, знания физики, химии и так далее. То есть, приходится делиться с рабочими этими знаниями даже, чтобы они работали вот на таких станках. То есть, а в чем тайна? Так капиталисты никогда не говорят, что при внедрении новой техники они сначала сокращают рабочее время работников, поскольку обучение является чем? Развитием способности. А время для развития способности как самоцель – это свободное время. И вот получается, что в рамках самого производства появляется некоторое свободное время рабочих, когда они занимаются, думают не о том, прежде всего, сколько произвести, а о том, как произвести, научиться этой работе. Это также называется производственное обучение. Мы отличаем обучение от самой работы. Да, это может происходить у станка, а может происходить уже и в учебно-производственном комбинате. Вот, скажем, на заводе Красная Сорова было, там огромные четырехэтажные здания было, учебно-производственные комбинаты. Я думаю, в советское время на всех крупных предприятиях были учебно-производственные комбинаты, где люди приходили в какое время? В рабочее время. И повышали свою квалификацию, обучались этому делу. Так вот, капиталисты, почему они такую тайну открыли? Почему это тайна? А потому что они никогда не скажут вам и не говорят, что для того, чтобы повысить производительность труда, надо сначала сократить рабочее время. Они вам скажут. Прямо противоположное. Они скажут. Для того, чтобы сократить ваше рабочее время, господа рабочие, надо сначала повысить производительность труда. То есть, когда вы научились работать на этом станке, на этом новом оборудовании, то дальше, и началось повышение производительности труда, и появляется экономия труда. Да. Капиталисты хотят всю эту экономию забрать себе в виде прибыли. И они даже не обязательно могут увеличить ваш рабочий день. Да? Могут не увеличить. Вот в условиях капитализма они получают дополнительную прибыль не только за счет линей рабочего дня, а за счет того, что время, необходимое для обеспечения потребностей рабочего, за счет повышения производительности труда, становится все меньше и меньше. И вот как сегодня говорят, рабочий для того, чтобы обеспечить свои потребности, работает один час. А остальные там 8 часов, 9, 10, 11. На кого работает? На капиталиста. На капиталиста. Вот на кого работает. То есть весь эффект от повышения производительности труда капиталист хочет забрать себе. И не хочет делиться этим эффектом, не хочет сокращать рабочее время работникам. Значит, как это надо сделать? Ну, как надо сделать? Значит, работники должны организоваться, организоваться в профсоюз, применить силу. А что такое сила? Значит, надо угрожать прибыли. А как вы можете угрожать прибыли? Ну, вот с бастовкой угрожают прибыли, размером прибыли. Потому что если вы прекращаете работу, вдруг выясняется. Так вот, откуда прибыль-то берется? От того, что работники работают, а если они не работают, ну, тогда прибыли не будет вам. И вот это тоже. Хорошая очень школа такая. Кто же все-таки главный в производстве? Значит, не обязательно надо бастовать так, чтобы полностью прекращать работу. Вот эффективный способ коллективных действий. Может быть, не связан непосредственно с прекращением работы. Люди могут работать по правилам. Да, вот итальянская забастовка. Вот я же говорил о том, что рабы могли вроде все делать, а ничего не делается. Так вот, современные рабочие тоже могут быть строго по правилам работать. Значит, соблюдать строго технику безопасности, которая нарушается всегда. Да и не рабочими, конечно. А потому что они и созданы условия безопасные. А по трудовому кодексу всех стран, они обязаны, работодатели обязаны создавать безопасные условия тренда. Они никогда не создаются. Значит, рабочие начинают обращать только на это внимание. И тогда вот начинается тоже коллективное действие, формальная не забастовка, а все с тем же эффектом. И вот благодаря таким действиям рабочий класс сумел добиться того, что время труда начало сокращаться. В России это было и во всех странах сокращение рабочего дня до восьми часов – это, так сказать, результат забастовочной борьбы, когда ищутся в отдельных предприятиях. А если говорить о России, когда мы ввели это законом, то это результат солистической революции. Да, вот люди бастовали, 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 а потом рабочие подумают, да что ж такое-то? Все, мы восстанавливаем производство для того, чтобы взять свое. Так а может мы вообще тогда уберем вот этих, у кого мы, которые у нас забирают, а потом мы часть себе эффекта возвращаем. Так может их совсем убрать, и весь эффект будет нам принадлежать. Вот они так приблизительно сделали. И это и есть статистическая революция. Отодвинули капиталистов, да, и стали использовать результаты своего труда в своих интересах. В том числе повышается производительность, да, замечательно. Значит, мы можем тоже продукт производить за меньшее время. А экономию для чего использовать? А для того, чтобы меньше работать? Меньше работаем, больше имеем время для чего? Для участия в управлении. А как можно осуществлять диктатуру рабочего класса, если рабочие не будут иметь времени для участия в управлении? Ну, это вот будут какие-то сначала представители вроде бы, которые их рабочие понимают и поддерживают. А потом они, потому что те, кто управляет, они не рабочие, а те, кто рабочие, они не управляют. Чем это закончится? Ну, закончится тем, что будет, начнется с того, что будет разрастаться бюрократизм. То есть, люди, которые занимаются управлением, будут относиться к интересам рабочих как к чужим интересам. И, знаете, так стараться как-то уклониться от их выполнения. Потом машина может вообще перевернуться. Скажут, они, да что это такие, они грязные, чумазые там, понимаешь, они все время заняты у станков, а мы тут, мы управляем, так давайте мы будем управлять вообще уже в наших интересах. Причем это рабочие. Дело рабочих – работать. Как я видел лозунг на заводе в советское время. Значит, работе каждую минуту. Интересное дело. А если вот люди хотят собрать собрание, это вот что уже, вроде как нарушение этого требования. То есть, вот дело рабочих – быть у станков. Это вот советское время. Это время, когда вроде как рабочий класс у власти. Интересный подход. Нет, это уже было время вот с такими лозунгами. И когда рабочий класс от власти уже, если не отодвинули, то отодвигали. Отодвигали. Значит, вот рабочий класс своей борьбой добивается сокращения рабочего времени. Ну и как он сократил? До какого размера? Вот 8 часов. Это, конечно, по сравнению с 11 часами. Это здорово. А 7 часов этого советский рабочий класс сократил в борьбе с бюрократами, которые тоже не спешили, между прочим, сокращать рабочее время. Это еще лучше. 7 часов. А сколько надо было? А еще вот партия рабочего класса, политические представители, еще в 19-м году, 1919-м, приняла программу, в которой записано. 6 часов рабочий день в дальнейшем. Причем это никогда не рассматривал, знаете, как долго, что через 100 лет. Никогда. Вот я уже считал, что в конце 20-х годов говорили, ну что, уже, наверное, пора 6 часов этот рабочий день вводить. Уже пора, вроде как уже. Все, тут 10 лет прошло после той программы, да. Значит, 7 часов ввели. Когда 7 часов ввели, тоже люди писали, что это вот не предел, что будем вводить 6 часов этот рабочий день. Тоже в пятилетках. Ну, там была война, мы знаем, конечно, уже тут пришлось трудиться, не считаясь со временем. Потому что десятки миллионов людей ушли на фронт. Как вы восполните такую потерю массы труда? Значит, вот такая ситуация. То есть, рабочий класс капиталистических стран до сих пор борется за сокращение рабочего времени. Как борется? Посредством забастовок. Не надо, не очень, не сказать, об этом информировать. Ну, только ты знаешь, вот прошла общенациональная забастовка там металлургов. Профсоюз металлургов Германии. А сколько работает теперь вот именно, так сказать, эти металлурги? Да 38 часов и машиностроители. Значит, вот они как-то пробастовали. И меньше даже, и 37, и 35. Вот там, где вот они бастовали, вот там это вот они добились. А где не бастовали, там совершенно другие цифры рабочего времени. Поэтому, если вы будете поговорить с Германией, так вопрос. Одни скажут, вот мы 35. Ой, как хорошо в Германии. Поговоришь с другими, мы так, мы по 50 валим. А думаешь, как же так, все это Германия? Так потому, что вот есть передовые отряды и организованные отряды, сплоченные. Они добиваются улучшения жизни при капитализме уже. Это можно сделать. А есть те, кто разобщены, часто это даже не вина. А знаете, мелкие там конторки, мелкие там предприятия. Ну, чего они могут, как они, чего они могут организоваться? Какой тут? Ну, вот их тогда, значит, беспощадно эксплуатируют. В смысле рабочего времени тоже, в расхищении. По много-много времени. Поэтому, когда мы говорим, что при капитализме, значит, в передовых иноптических странах, скажем, в расчете на год, там, 1380-1400 часов. Да? А в России 1900. И думают, а я и как. Да, вот есть те, кто работает приблизительно столько, а есть те, кто работает больше, а есть те, кто работает меньше. Но, как они работают? А потому что им приглашают их на работу, берут на работу, скажем, 4 часа в день. Или там часов на 10 неделю. И платят за это время. То есть, они жизнь себе никак не могут обеспечить. А на больше их не берут? Ну, нет места. Потому что, кроме того, что есть работающие, есть еще и безработные. Что делают капиталисты? Значит, они повышают производительность труда. То есть, теперь, на то, чтобы производить прежнее количество продукта, или даже большее количество продукта, нужно меньше времени. Вот, если бы это использовалось в интересах рабочих, что надо было сделать? Сократить рабочее время. И все бы тогда были заняты. Все до одного. И работает меньше, и производит больше. И вот мы расчеты проводили, и выясняется, что прибыль-то растет. И зарплата растет. И все хорошо. Все замечательно. Но капиталистам этого мало. Они по-другому поступают. Они повысили производительность труда. Общий фонд рабочего времени в рамках предприятия уменьшился. Они сокращают рабочих. И тогда на оставшихся рабочих приходится в среднем то же количество рабочего времени, что и прежде. Спрашиваются, а что рабочие-то выиграли? Да ничего не выиграли. А кто же выиграл тогда? Я выиграл капиталисты. Они все забрали себе. Они прибыль увеличили кратно. Значит, фонд зарплаты остался прежним. Рабочие, если тюкнуть, скажут, что милый, я сейчас тебя тоже выгоню, и все. И вообще радуйся, что ты остался. До чего? Радуйся, что ты остался до следующего технического переоснащения. Потому что потом мы тебя все равно выкинем. То есть, если рабочие не борются за свои интересы, то тогда повышение производительности труда используется против интересов рабочих. Поэтому это совершенно необходимая борьба теперь. Вот в условиях капитализма надо бороться за сокращение рабочего дня. Вся материальная предпосылка для этого есть. Повышение производительности труда, экономия труда. Все есть. Чего нет? Нет борьбы, значит, не будет у вас улучшения положения труда. Все заберет капиталист, ничего не пожалеет. Но есть какие-то такие капиталисты? По пальцам пересчитать. Вот в начале 19 века был Роберт Оуэн, английский капиталист, который добровольно сократил сам по своей воле рабочий день до 10 часов. А все работали по 14. Ну, такой был Оуэн. Был такой Форд, был Бугров, но это по пальцам пересчитать. А большинство не так поступает. Большинство не собирается добровольно сокращать рабочий день. Вот когда рабочие выбьют сокращение рабочего дня при повышении зарплаты, да, вот тогда выясняется, что оказывается, рабочие, которые работают меньше времени, они работают эффективнее. Потому что теперь капиталисту, чтобы увеличить прибыль, надо снова придумать новую технику. И он начинает придумать новую технику. И тогда вот эта вечная такая борьба, и тогда прогресс бырный. И когда производство прогрессирует, то вот получается даже так, что вроде бы две стороны выигрывают. И рабочие, и капиталисты. Но мы с вами знаем, что раз капиталисты выиграют за счет того, что получают прибавочную стоимость, то есть безвозмездный труд рабочих, безвозмездный для присваивания труд рабочих, то ведь рабочие только тогда выиграют, когда вообще капиталистов уберут, и всю экономию труда будут использовать своих интересов. Вот такое и произошло в советское время. Но я уже говорю о том, что хотя это и произошло, но классовые различия не были уничтожены сразу и не могли быть уничтожены. Что это означает? Это означает, что был рабочий класс, который закреплен за выполнением социально-экономического образа, за выполнение производительного труда. А что же закреплен? Значит, он работал уже не считая своей потребности, а вот так, чтобы на нем отпечаток был, что это рабочий. А был еще слой, который занимался управленческой работой. Ну и еще были люди, которые занимались наукой, образованием. Это вот долгий процесс предстоит, или точнее говоря, предстоял для того, чтобы повысить производительность настолько, чтобы рабочее время сократить всем. И все могли заниматься образованием серьезно каждый день по несколько часов и участвовать в управлении. И вот на этой основе тогда бы мы освободили бы людей, которые заняты трудом научным, по образованию, медицинским. Освободили из чего? От того, что они занимались только им. При коротком рабочем дне в производстве можно вообще выделить это время, какой-то там час, два часа и производство. Оставаясь хорошим специалистом в области медицины, в области науки и в области искусства тоже. В области искусства. Я, например, вот в школе, когда учился, мы день-неделю работали на станке. Вот и на токарном. Я хочу сказать, что если бы я вот день-неделю после окончания школы работал на токарном станке, я бы вообще-то уже неплохо бы работал на токарном станке. Поскольку много-много дней, уже сложились бы годы, да? Ну и тогда, если бы я работал на токарном станке, значит, вот моему товарищу с гидромаши не пришлось бы работать бы за меня. А сейчас он приходит с работы, так сказать, и за Александра Владимировича, и за себя работает. А что, Александр Владимирович, одиннадцать то ли? Сейчас рабочих у нас, значит, около сорока процентов. Шестьдесят процентов не рабочие. Вот только они вот обрабатывают их тоже. Я понимаю, что там люди, медики, и все, они выполняют общественно полезные функции. Но мы-то понимаем с вами, что самые тяжелые условия труда в производстве. В производстве. Значит, почему это вот такая ситуация сложилась, что прогресс, производительность труда, не используется для улучшения положения труда самих рабочих, для сокращения рабочего дня. Значит, потому что надо опять, так сказать, увеличивать прибавочный продукт для тех, кто занят в нерпроизводственной сфере. И это было в позднее советское время. Было там, черти знает чего, и такие учреждения, и такие учреждения, уже они там чаек попивали, и это могло быть. А вы можете себе представить, чтобы на рабочую станка попивал чаек? Я плохо представляю это, у станка, чтобы он пил чай, потому что вот я видел лозунг на заводе электромаш, что каждую минуту в работе, в цехе. Вот интересно, если прийти бы, вот, например, в бухгалтерию, там тоже был такой огромный лозунг, такой вот растяжка, что каждую рабочую минуту в работе, думаю, что нет. Думаю, что нет. То есть вот то, что было позволено. Да, вот людям в непроизводственной сфере так вот, где-то так отплечься от работы, по своему усмотрению, то рабочим не было позволено. Да и, с другой стороны, это и понятно, что если ты отмечешься, может тебя станок затянуть, или товарищи твоего, то есть там требуется постоянное внимание, концентрация, да? Так, значит, надо рабочее время сокращать. Значит, вот поскольку рабочее время не сокращалось при социализме, поскольку борьба за сокращение рабочего времени после смерти Сталина, по сути, прекратилась, начался обратный процесс. К чему он привел? К тому, что, значит, если Сталин, так сказать, вводил 7-часовой рабочий день, война это отменяла, потом снова восстановили, потому что как-то неудобно было, вот, так сказать, вопреки, при Сталине был 7-часовой, а Хрущев не мог прямо сказать, что вот, ну, что ты должен был сделать по-сталински. Вот сделал, вроде как, 7-часовой день и вернул. Но уже вот в 68-м году ввели 8-часовой рабочий день. То есть вернулись к чему? Вернулись к состоянию на 8 ноября 1917 года. То есть, если тогда это был прогресс, потому что ушли от 10-часового рабочего дня к 8-часовому рабочему дню, то в 67-м году это был регресс, то есть движение назад. Но раз покатилось назад, то и докатилось до капитализма. Да? Вот какая ситуация. Ну, раз докатилось до капитализма, то теперь, значит, надо все начинать по-новому. Все начинать по-новому. Рабочему классу России снова организовываются профсоюзы. Да, в профсоюзе должна работать рабочая партия, которая знает стратегическую цель, знает, какое значение имеет сокращение рабочего дня, что это предварительные условия освобождения рабочего класса. Это и непосредственно улучшает положение рабочих. Меньше работаешь в таких условиях, будешь здоровее, с семьей будешь больше, больше времени для учебы. Это уже лучше. Но это еще и позволяет активно участвовать в общественной жизни, в профсоюзной, а потом в политической. И одновременно и в политической тоже. Значит, вот это будет возможность для освобождения от эго капитала. Поэтому вот партия это знает рабочая партия России. Это включило в программу, как целевой показатель свой. В рамках капитализма надо добиваться 6-часового рабочего дня. После установления советской власти, второго установления советской власти. Ну вот, будет задача. Пятичасовой рабочий день. Ну, я думаю, что потом надо будет принимать новую программу. Почему? Потому что, как показывают расчеты, вот если бы мы сейчас жили при коммунизме, вот я говорил о том, что при первобытном коммунизме весь фонд общественного рабочего времени раскладывался на всех. Так вот, если бы мы жили при коммунизме, то надо было весь фонд времени в производстве разложить на всех трудоспособных. Всех трудоспособных. И вот, когда мы бы это разложили, то выясняется, что на всех трудоспособных приходится тогда в день труда в производстве полтора-два часа. О как! Так вот, вот вам перспектива уничтожения классов при социализме. На всех. Все участвуют в производстве, все участвуют тогда и во всем остальном, в управлении, в обучении, в науке. Замечательная картина. И разумеется, если вот такая ситуация сто лет назад казалась очень далекой перспективой, ну что там, вот три часа, там, или два часа, казалось, первый шаг надо сделать шесть часов, то сегодня вот уже производительные силы позволяют иметь двухчасовой рабочий день. Строго говоря, все предпосылки для полного коммунизма уже материальные предпосылки, да? Или, точнее говоря, технические предпосылки созрели. А каких не хватает материальных предпосылок? Их относится к так называемому субъективному фактору. Не хватает организованной партии рабочего класса, которая ведет за собой рабочий класс, причем ведет не так, что, говорит, ну, давай, вперед там, за мной и так далее. А вот партия рабочего класса, это же прежде всего рабочие, лучшие рабочие, которые сами работают и на производстве, организуют профсоюзную борьбу и коллективные действия, умеют, так сказать, сформулировать задачи этой коллективной борьбы, выработать тактику успешную, эффективную этой борьбы и довести до победного конца эту борьбу. Сегодня за эти цели, завтра за следующие. И так вот на этой волне прийти к чему? К тому, что установит советская власть. Я напоминаю, как советская власть устанавливается. На крупных предприятиях промышленных создаются забастовочные комитеты, которые, так сказать, способны остановить производство или приостановить производство в интересах рабочих. Эти комитеты объединяются в советы, и когда система устраивается, сказать, снизу доверху, да, до съезда советов, вот тогда уже политическая предпосылка, ну, это, естественно, происходит в условиях, там, революционной ситуации, они периодически появляются. Вот тогда возникает ситуация, когда советская власть говорит второй ветви, говорит, что всё, мы сами будем управлять. Мы управляем, можем управлять на производстве, и теперь мы сами будем управлять. То есть, иногда говорят, что вот, значит, рабочие, они всё, зарплате, о рабочем дне, а когда же политика, и политика и что понимает? Выбери меня, то есть, выбери меня в Государственную Думу. Куда выбери? Выбери в органы буржуазной власти. Ну, и в органы буржуазной власти выберите, и какая будет власть буржуазная. Так зачем тогда вот такую задачу ставить? И правильно рабочие? А вот они бьются сегодня за улучшение своего положения и заодно формируют организацию, которая обеспечит выбор рабочих. Потому что кто будет, так сказать, в забастовочном комитете рабочий, а кого направит в совет из забастовочного комитета, ну, я думаю, те, кто доказал свою преданность, так сказать, способность бороться. Рабочих же прежде всего и направят в совет. И вот тогда это будет рабочая власть. То есть, по какой дорожке пойдёте, туда и придёте. Если пойдёте по дорожке, вот выбери меня в Государственную Думу, тогда и будет сохранение буржуазной власти. Если пойдёте по дорожке забастовочной борьбы, придёте к советской власти. Когда придёте к советской власти, вот я думаю, что сто лет спустя, после, я имею в виду, октября 2017 года, уже больше, чем сто лет прошло, движение к уничтожению классов пойдёт значительно быстрее. Значительно быстрее. Рабочий день можно будет сократить, ну, шесть часов, это вот сегодня на завтра. Вот как вот большевики поступили, да, после. Сначала, правда, явочным порядком ввели восьмичасовой рабочий день. Я думаю, что вот в революционной ситуации рабочие наши уж, конечно, организованы. Ведут шести часовый рабочий день на крупных предприятиях. Ну, тогда это, как только советская власть становится, шести часовый рабочий день будет узаконен. Узаконен. Ну, и дальше надо будет позаботиться о том, чтобы вот, мы же сказали, что технически возможно два часа работать. Ну, вот к этому надо идти от пятилетки к пятилетке. И у нас пятилетки как-то вот на это было мало, заточены. То есть, планы общего государства обязательны для исполнения каждого, и не только каждого рабочего, а прежде всего для каждого управленца. Вот такие планы надо будет принимать. Первые пятилетки, значит, семичасовой, простите, пятичасовой рабочий день, о чем говорил Сталин, в начале 1950-х годов. Так вот, уже в 21 веке-то, наверное, надо уже прийти к пятичасовому рабочему дню. Следующая пятилетка, вторая пятилетка, четырехчасовой рабочий день. Ну, и так, в перспективе 20 лет, наверное, можно прийти к трехчасовому рабочему дню. А это уже важнейшая предпосылка, важнейшая предпосылка уничтожения класса. Я еще раз подчеркиваю, и это важно на это обратить внимание, что само по себе сокращение рабочего дня, а рабочих, еще не уничтожает классы. Может быть, такая ситуация, и при капитализме даже, при современном, что рабочие будут работать по три часа, рабочих будет одна десятая, а то рабочие силы. Но поскольку труд рабочих настолько производительный, что можно девять десятых обеспечивать, эти девять десятых будут жить, говорить и говорить, о, рабочих, где покажите мне их рабочих? Их действительно не видно, потому что девять десятых не рабочих, и тем не менее это будет капитализм. Так вот, мало того, что рабочий день надо сократить именно рабочим, надо, так сказать, прийти к тому, чтобы все были рабочими. В каком смысле? Чтобы все выполняли труды в производстве. А когда все будут выполнять по два часа в день, можно назвать их рабочими? Нет. Они будут работники. А вот отличаться они будут тем, что они делают в нерабочее время. Нерабочее время, имею в виду, по отношению к производству. Будут ли они управлять, будут ли они заниматься другой работой, научной, образовательной. Это вот, ну, я думаю, что когда мы через 4-5 летки после установления советской власти, так сказать, придем вот к такому рабочему дню, у людей будет время, и людей будет достаточно умных, из рабочих, из ученых, чтобы определить, как лучше использовать это рабочее время, чтобы рабочее время в производстве, в рабочее время, в непроизводственной сфере, чтобы обеспечить благосостояние, свободное и всестороннее развитие всех чинов-обществ. А вот, Александр Васильевич, такой еще вопрос. А вот советы из рабочих могли отозвать депутацию? Могли, конечно. Они могли, потому что проводили, делегатские собрания, депутатские собрания проводили в рабочее время на самом производстве. Технически могли, материально могли. Им не надо было куда-то идти. Вот они пришли на работу и собрали собрание. И отозвали. Это очень-очень-очень сложно. То есть, в случае, вот если они увидели, что от ихнего завода делегат как-то отошел в сторону, а ты интересный, им не составляло труда его взять снять? Не составляло труда. Не составляло труда на приемное время, но потом, сказать, вот давайте не упрощать. Поскольку классы еще не были уничтожены, то как некоторые директора рассуждали, что это у меня все эти рабочие, им был станка, мне надо выполнять производственный план, а он то пойдет, значит, контролировать работу наркомата, да не один пойдет, а с целой бригадой рабочих. И вот такое было противоречие. Семь минутные говорят, да что вы отрываете все рабочих? Да не отрываете рабочих вы, а вы рабочих привлекаете, наоборот, к их государственному делу. Без рабочих, как вы будете осуществлять и развивать диктатуру Плетриата? А вот еще и минуту интересы директору, причем к разу только говорят, ну вот у меня план срывается. Так если рабочий пойдет в наркомат, так и качество плана будет лучше. И без денег там будет меньше. А если будет без денег меньше работ, уровень плановой работы повысит, и у вас план будет лучше выполняться. Но для этого надо было руководствоваться с коренными интересами. А если вы руководствовались не коренными интересами, а своими текущими, минутными, это называется оппортунизм. А оппортунизм дальше приводит к плохим вещам. Вот оппортунизм привел к тому, что в конечном счете вот такие советы, о которых вы говорили, прекратили свое существование. И стали выбирать не по производствам, а просто по территориальным кругам, как сейчас выбирают. От 300 рабочих, просить от 300 жителей, тысяч, 300 тысяч жителей, выбираем депутата. И встречаемся с ним где? Ну, встречаемся на площади Минина. Вот Чкалов, депутат Верховного Совета, это уже как раз он был, не через коллектив шел. И где он встречался со своими избирателями? А встречался он на площади Минина, и было 30 тысяч человек. Это что? Это вот действительно работа. Ну, хороший человек показался, мы ему поаплодировали. Отозвать можете? Нет, не можете. А что ты ему сказать-то можете ему? Ничего не можете. Это он вам может перед вами выступить. Парад. Парад есть, рабочей власти все меньше, 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 меньше. Поэтому сокращение рабочего времени имеет огромное политическое значение. Огромное политическое значение. Если у рабочих будет достаточно времени для политической работы, то я думаю, что они не дадут свою власть никому. 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 Вот это очень важно. Вот о чем я хотел сказать. Таким образом, мы видим, что борьба за сокращение рабочего времени и прежде всего за сокращение рабочего дня начинается при переходе от бесклассового первобытно-общинного коммунизма к классовому обществу и завершается с уничтожением классов. И там, видимо, будет борьба, будет борьба, но какое-то будет все равно напряжение, потому что надо будет развивать производительные силы, надо будет, так сказать, бороться с теми, это уже будет не классовая борьба, но а с кем? С теми, кто вот привык работать по старинке. А, так сказать, то есть это будет борьба нового со старым. И вот в рамках этой борьбы надо будет и придется обеспечивать сокращение рабочего дня. Но все-таки согласитесь, что это другая борьба. Здесь уже нет таких антагонистов, антагонистического класса, который живет за счет присвоения чужого неоплаченного труда. Вот таких классов не будет, которые цепляются просто как кровососы, да как упыри рабочих. Нет, там будут товарищи же, но один вот, так сказать, готов к новому шагу, а другой немножко не готов. Значит, придется его убедить, где-то вот подтолкнуть. Это тоже борьба. Но такая борьба товарищеская, конечно, совершенно другая. Это по-настоящему борьба, так сказать, свойственная коммунизму, как самому высокому способу производства, как самой высокой экономической, самая экономическая формация. Почему еще, как показывает история, самая эффективная? Да, самая эффективная. Это, как это говорят, эта формация соответствует понятию человечества. Вот, наконец-то, он будет жить человек в человеческих условиях. И не просто отдельный человек, а все общество будет жить в человеческих условиях. Значит, надо за это побороться, и прежде всего побороться за сокращение рабочего дня. Сегодня. Это вот верная дорога к коммунизму. Если он говорит, как бороться за коммунизм? Очень просто. Добивайтесь сокращения рабочего дня без понижения заработной платы. Это дорога коммунизма сегодня, в условиях сегодняшнего капитализма. Поэтому каждый может побороться за приближение коммунизма. Чего желаем всем слушателям Красного университета. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо.